Вы не бойтесь меня, не бойтесь камеры. Вот, вы мне доверяете. Меня переобладают эмоции. 8 миллионов тонн за 2021 год готовой продукции. Вы тепленькое место нашли. Я слышу запах фермы, грузовиков, грязи. Все, я покупаю еще трактора, значит. Я погрузился в прошлое, в свое детство. Я не математик, но голова болит. Я думаю, надо менять мне жилье и просто переезжать сюда и трудиться. Это родина моя, ребята. И меня переобладают эмоции. Мы приехали на объект. Рядом существующая ферма, рядом строится новая. Я погрузился в прошлое, в свое детство. Сам я из деревни. Я слышу запах силоса. Я слышу запах фермы, грузовиков, грязи. Это родина моя, ребята. Верим, что все будет только лучше, несмотря на то, что окружает нас сейчас. Пойдем смотреть. Проверим, насколько они ручные. А представьте, раньше их доили вручную. Вы не бойтесь меня, не бойтесь камеры. Вот вы мне доверяете. Вы знаете, что Беларусь на пятом месте по экспорту молока. По сухому, по сухому молоку на пятом. А по сливочному, вот, подтвердил. А по сливочному маслу мы на третьем месте. Нас обогнали в СНГ и Новой Зеландии. Вы слышите всю атмосферу. Вы слышите атмосферу успеха, роста и процветания. Как бы это ни звучало или ни пахло, это правда. Это то, что дает и поднимает нашу экономику. Это то, что дает зарплату и держит наши деревни и села, можно сказать, на плаву. 8 миллионов тонн за 2021 год готовой продукции. Я не математик, но голова болит. Продолжение следует... Любой предприниматель сталкивается с кидаловым. Последнее время у меня столько судов, что даже судебные приставы не спасают ситуацию. Техника нужна всем, платить хотят единицы. Как выжить максимум и работать в этих условиях? Ставь лайк и продолжаем просмотр. Я недавно приехал из Европы и, как я и говорил, я беру самое лучшее у них и делаю это на нашей земле. Они как делают? У меня сейчас поступила серьезная заявка на много техники. Мы уже работаем с компанией, но они хотят почти забрать весь мой парк и с маленькой предоплатой. Мы видим, какая ситуация, не все просто. Поэтому я решил применить европейские технологии. Как делают европейцы? Ни одну серьезную сделку они не заключают, пока не узнают компанию. Пока не пойдут в офис, не, можно сказать, не выйдут сапоги у них. Не познакомятся с руководителем. Не только как с руководителем, а в первую очередь как с человеком. И только тогда они заключают сделки и начинают работать. Поэтому сейчас я сказал, а можно я приду? Они сказали, приходите и чувствуете себя как дома. То есть я даже не предупредил, что мы приехали. Мы сейчас просто придем и пойдем знакомиться. Это реалии современного мира и это госучреждение. Немножко волнуюсь. Как себя чувствовать как дома, если не у себя дома? Пошли. Оказывается, здесь разные компании. О, это мой любимый кабинет. Здравствуйте. А где есть отдел кадров? Как раз она здесь. А, здесь. Здравствуйте. А есть у вас какой-нибудь... Он сказал, что вы можете поговорить. Ну, нам бы какого-нибудь человека, которого жизнь повидал. Это наш начальник производственного отдела Иван Михаилович. Очень опытный, очень квалифицированный. Хорошо. Он ответит, я думаю, на любой вопрос. Владимир. Ваше снабжение заказало у нас технику. Работает пока одна единица. Но сейчас они захотят взять весь мой парк техники. Это почти 10 единиц. И хотят в долг. Так я хочу понять, почему я должен работать в долг. И какие гарантии, что меня не кинут, не придется... Вас не кинут. Не придется бегать по судам, выпрашивать и вымаливать. Как это бывает. Почему я приехал, ну, мне просто так открыто сказали, приезжай, не стесняйся, спрашивай. И это вызвало доверие. И поэтому я вот приехал, можно сказать, поговорить с вами. Мы на рынке работаем уже очень долго. У нас много очень хороших ответственных заказчиков и партнеров. В том числе и по технике, и по аренде, и опалубке, и всего. Работаем из Перри, из ДОКа. И по технике работаем с хорошими фирмами. Поэтому и с вами будем работать. Почему в долг? Ну, ситуация, наверное, такая, что не всегда получается сразу отдать какие-то суммы большие денег. Поэтому мы иногда тоже работаем в долг. И потом это все дело перекрываем. На сегодняшний день у нас нет таких задолженностей, долгов. Ни по оплатам, ни по налогам, ни по чем. Ни кредиторов больших никаких таких нет. Поэтому мы спокойно можем с вами работать. Вот я сейчас себя чувствую. Мы же сейчас с тобой ехали. Я рассуждал, да, про другие страны, про свободу. Вот здесь находишься, и ты не чувствуешь себя скованным. То есть человек максимально открыт. Даже не хочется уже работать. И уже в долг. И уже прямо сейчас, да, технику. На самом деле, я говорю, у нас доверяют все наши большие предприятия. Доверяют все нам свои большие строители. Весь сахарный комбинат практически построен нашим предприятиям. Это сейчас и вот сырзавод, тоже большое предприятие в городе Слудске. Оно тоже доверяет нам большую стройку. Это тоже о чем-то говорит. Слушайте, а это правда или такая замануха была? Он сказал, что даже вас, вашу компанию, жильцы просили достроить, взяться за тендер жилых домов в городе Минска. У меня рассказывали. То есть правда, да? То есть прямо так уже зарекомендовали? Да, и мы достраиваем, и жильцы просят, и, как говорится, благодарят. У них там зависли некоторые дома. Доставим эти дома. Работают у нас там каменщики, бетонники, плотники, бетонщики. И порядка 16 домов должны их достроить. Мы-то работаем, кстати, да. И вы нас тоже не обижаете. Но такое большое количество техники в наше нестабильное время заставляет внедрять европейский опыт. Заставляет познакомиться не то как с компанией, но как, понимаете, как с личностью, с человеком. Ну что, мы прибыли на локацию стройки, где строятся фермы, строятся будущие, будущие наши проекты, будущая работа нашей техники. Нас встретил прораб Сергей, да? Да. Володя, пожмем руку. Слушай, методика проста. Ваша компания заказывает много техники, и сейчас заказывает у нас. Я для себя хочу понять, насколько здесь много нужна эта мини-техника, как долго она будет применяться, и много ли еще таких подобных объектов у вас. Очень много. Еще в Душево, Зубки, ну, строятся, будут строиться фермы. Здесь, как бы, на сегодняшний день еще полтора месяца работы. Здесь полтора? Да, здесь полтора. И еще другая? На других объектах там от года до двух. От года до двух? Да. Все, я покупаю еще трактора, значит, и завозим к вам. После нового года здесь еще будет строиться такой же. И еще будет строиться? После нового года. Проект разработки. А мини-техника здесь что именно делает? Раскапывала под водопровод. Под водопровод? Пролаживали водопровод. А, коммуникации она делает? Коммуникации, да. То есть большим было неудобно? Да, да, да. Большим неудобно. То есть и дальше будем заказывать, может быть, мини-технику. Здесь полы будут повыше. Здесь просто, где нет сейчас в данном месте бетона, будет просто подъем на 20 сантиметров. А слушай, вообще как зарплаты платят? Платят сейчас. А задержки есть? Нет. Я был руководством, говорили, все стабильно. Нет, серьезно, стабильно. Все нормально, да? Уже выплатили. С 15 по 25 все как положено. 15 по 25, а текучка кадров? В данный момент нету. Держатся люди? Да, держатся. Работает сейчас море. Куда? Куда уходить? Зима. Ну да. Да и оплата всегда у нас достойная. Так вы тепленькое место нашли. Так потрудимся? Конечно. Да. Хорошо. Ребята, работа есть всегда. Работать нужно уметь. Спасибо. Походу мы удачно выбираем партнеров. Спасибо. Здравствуйте, Валерий. Мы в правильном месте. Работа кипит. Мы подходим к объекту, который производит СУ-55. Объект называется строительство цеха сухого молока с капиллярной системой. Это новое производство, оборудование словацкой фирмы «Вздухторг». В конце октября месяца начинает поступать уже оборудование импортное. Поэтому мы должны начинать монтаж оборудования в ноябре месяце. Объект вводится в апреле следующего года в эксплуатацию. Новые технологии, новое оборудование. Поэтому заказчиком мы выиграли тендер на строительство этого объекта и ведем строительство. Здесь порядка наших 40 человек, СУ-55 и порядка 30 суперорганизаций, которые ведут строительство этого объекта. То есть здесь реконструкция? Да, здесь реконструкция на существующем. Будем возводить высотное здание 25 метров высотой. Поэтому стоит вот такой мощный кран поставленный, Сойма. Основной заказчик – это слудский сыродельный комбинат, а это Копольский филиал слудского сырокомбината. В вашем случае оборудование все импортное? Все импортное. Стоимость оборудования – порядка 20 миллионов белорусских рублей. Стоимость всего объекта – 43 миллиона белорусских рублей. То есть это вся стоимость. На сегодня, пожалуй, самый важный объект Минской области по инвестициям. Срок реализации? Срок реализации – это объект, я же говорю. Мы начали буквально месяц назад, даже меньше месяца назад. В апреле мы должны ввести в эксплуатацию. Виктор Николаевич, вот я уже посещаю не первую стройку и что вижу? Строят такое чувство, как на века, как вот в Советском Союзе строили. Сейчас придерживаются этих технологий? В принципе, да. Не в принципе, а мы все делаем, как должно быть. Мы сохраняем лучшие традиции, которые перенеслись с Советского Союза. Потому что там было очень много всего тоже правильного именно на века, особенно строительства. Поэтому серьезно подходим к этому объекту. Хотя на начальной стадии мы столкнулись с очень серьезными проблемами. Здесь выносы канализации серьезные были, хотя они не предусмотрены в проекции были. Выносы сетей, но мы все это преодолели и все сделаем вовремя. У нас сплоченный коллектив СУ-55, грамотные инженерные работники, грамотные инженеры производственного отдела, отдела труда и зарплаты, бухгалтерии. Все, мы сплоченный коллектив, мы понимаем свои задачи. В реконструкции, кстати, вот я вижу, мини-техника очень вам нужна здесь, да? Конечно. У нас вместе с подрядными организациями нормальная техника серьезная, обученные бригады. Поэтому нам заказчики доверяют. По большому счету мини-техника здесь еще полгода работать будет? Да, однозначно. То есть она нужна? Да, конечно. Это радость. Сокращает затраты, уменьшает трудозатраты. Соответственно, у людей заработная плата. Мы заботимся о людях в плане, чтобы каждый понимал свое место, чего он ходит на стройку. Производитель наработал, отсюда и заработная плата. О заработной плате я спрашивал. Говорят, все четко, никаких рассрочек платят. Никаких, мы вовремя все отдаем. Потому что стараемся, не то что стараемся, а не подводим заказчикам. Мы сейчас работаем с какими-то серьезными заказчиками. Это Слудский сахарный комбинат, Слудский сыродельный комбинат. Вот эта стройка Слудского сыродельного комбината. Минскмир мы строим. Дана Астра, то есть сербская фирма, которая строит монолитные дома в городе Минске. Строим в Минске монолитную парковку. В Копольском регионе мы строим еще две фермы огромные. Здесь строим это Преснаки, колхоз и Душево. Кроме этого, сейчас буквально на этой неделе мы начали строительство крупной фермы. Снова же Слудского сыродельного комбината хозяйства. Это Зубки Клецкого района. 10 коровников, 2 молочно-давильных блока, 28 траншей и более 30 площадь застройки гектаров. Огромный объект. По перспективам я уже слушаю больше, чем на год здесь работают. Ну, я вижу, что мы выполняем задачи, которые ставят перед нами заказчики, мы уверены в будущем. На долгие годы. Спасибо. Будем рады сотрудничеству. Рады всегда вас видеть. Иван Михайлович, у меня шпаргалка есть. Я для себя, кстати, тоже очень многое открыл. И почему нужно работать в вашем направлении и доверять вам? Я вот для себя понял важную вещь. Верное направление. Да. Что, оказывается, Беларусь, она является на третьем месте по экспорту масла. После Новой Зеландии, после ЕС, то есть третье место в мире. Также Беларусь занимает пятое место по экспорту сухого обезжиренного молока. То есть США, ЕС, Новой Зеландия, Австралия. Вот, видите, мы сейчас еще строим цех по производству сухого молока. И займем четвертое место, а не пятое. То есть мы сдвинем позиции. Ну, конечно. Это радует. Кстати, что я, кстати, вчера тоже изучал, что в Беларуси потребление молочной продукции на души населения выше даже, чем во всех странах СНГ. То есть меня это как-то немножко укрепило веру, что... Лучше пусть молоко потребляют, чем что-то другое. Это полезно. Разрешите ли нам посетить ваши объекты? Обязательно. Посмотреть, как идет там жизнь. Обязательно посетите наши объекты, посетите фермы, которые мы строим. Проекты, посмотрите, чтобы убедиться в нашей силе. Иван Михайлович, спасибо, что приняли. И вам спасибо. Неожиданно же, правильно? Вы не ждали, что мы придем. Ну, первый раз слышу, что вы вообще... Вот это главное, это, как бы сказать, это правда. И мне очень приятно, что разрешили вот это вот так вот, понимаете. Наши двери всегда открыты. То есть вы доверяете, и вам хочется доверять. Нам скрывать нечего. Поэтому можете с нами спокойно работать. Хоть в долг, хоть не в долг. Как угодно. Все, до свидания еще раз. Успехов. Очень приятно. И без лести. Молочная промышленность в Беларуси это 8 миллионов тонн готовой продукции. Это топ-3 производства и экспорта сливочного масла. Это топ-4 производства сыров. Это топ-5 по производству сухого молока. Нас обогнали ЕС, США, Новая Зеландия и Австралия. И эта компания строит такие крутые заводы. И в их числе мой отец. Ну, приятно же. Кстати, мы по сей день валим как кони. Кто говорит, поработаешь пару лет и хорошо себя чувствуешь. Отец тоже не знает, что мы приехали сюда на его объектах. Пожмем сейчас ему руку. Пожелаем удачи. Пусть трудится дальше. Красный сынок. Ну что там? Как ты? Как ты, Бучун? Все, они домой уже. Три недели. Дешево, видишь, вся эта сторона забора до того столба. Это все своя борость. То есть еще, блин, ты здесь полмесяца? Да, до 15 ноября вроде бы что-то говорили. На самом деле не знаю. Видишь, вот эти все плиты демонтировать, прокопать, пробурить. И все такое. И работаем. Да. Короче, ты здесь уже 4 недели отпахал, еще 4 поработаешь. Да не вопрос. Что у тебя домой? Свежий воздух, молочко. Гостиница, да. Сигарету, блин, сними, это несерьезно. Ну что отец скажет сыну, слушается? Что мы имеем? Мы имеем бобкет, которому 20 лет и который по сей день пашет, как надежный конь. Вот здесь я не уверен, сможет ли китайский автопом так же надежно трудиться. Все-таки качество, которое проверено временное. Ну что, пусть работает, не будем мешать, поведем дальше. Иван Михайлович, нескромный вопрос. А вот сотрудники, текучка, зарплаты, рассрочки у них тоже по зарплатам? Или все-таки коллектив свой более-менее? Нет, ну, конечно, по зарплатам рассрочки нету. Зарплату выплачиваем вовремя, достойную зарплату. И выплачиваем вовремя. Ну и люди работают, как говорится, не просиживают. Стараются, работают, работают на результат, чтобы заработать деньги. Поэтому нужно работать на результат. Слушайте, мне вот рассказали, что в основном вы строите фермы, да? Вот сейчас последняя. Ну, не совсем. Это как у нас объекты и фермы, и на сиркомбинате цех по производству сухого молока. Тоже как бы он тут, наверное, единственный пока будет у нас на Беларуси. И такой, я думаю, что будут продавать куда-то это молоко туда, в далекие страны, в Китай, там и дальше. Слушайте, а правда ли, что, говорят, не успевают эти сами скелеты, которые для ферм, да, вот эти каркасы, говорят, что у вас не успевают даже сами заводы справиться с поставкой вот этих материалов? Да, это правда, есть такое дело, что заказываем материалы и очень долгое изготовление, и заводы не справляются. Вообще, в Беларуси строится много ферм, а на сегодня, наверное, поставалось не так много этих крупных заводов, которые производят все эти конструкции для ферм. Поэтому на них большие нагрузки. То есть перспектива есть, что вы завтра не закроетесь, когда будете должны денег? Нет, перспектива есть. Что еще стройки будет много, и это востребовано? Да, строек много у нас. Мы полностью загружены, как на этот, так и уже, наверное, на половину следующего года. Поэтому перспективы большие. Все, я понял. Я завтра иду, беру лизинг, еще две единицы. И еще берите технику. На полгода мы будем сработать. Мы сами в лизинг покупаем технику, сейчас кран покупаем тоже себе. Ну, это нормально, когда вы обрастаетесь. Развиваемся. И только материальной и технической базой. Обновляем регулярную базу. Покупаем новую опалубку, покупаем новые леса, покупаем технику. ДИКС 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 хочется закурить да не курю что хочется подытожить не знаю такое чувство что я был сейчас у друзей они у своих будущих партнеров или заказчиков нас здесь никто не ждал никто не предупреждал всех встретились можно сказать легком шоке но все нам объяснили разжували и показали очень приятно не знаю какой то прям не наш белорусский подход самое главное хочется верить что их не дела будут не только на бумаге на словах но и на результате поэтому сейчас едем смотрим их не объекты наши объекты и возможно закупим еще пару эскаватора и начнем работать в наше непростое время поехать не останавливайся на достигнутом и мы посетили еще один объект мне кажется то самое большое которое я видел но прораб не сказал что тут про про не планируется строить еще в три раза больше поэтому работы здесь очень много я думаю надо менять не жилье и просто переезжать сюда и трудиться здорово коллега как дела это твой дракон вы поняли что я сказал ру коллега дай попробую оседлать твоего дракона знаете что он сказал вот он только меня слушается что я могу сказать вот не всегда по телефону ты увидишь ту картину которая происходит здесь и те объемы и те перспективы которые тебя ожидают поэтому что я могу сказать заказчик серьезный работа есть но я думаю все таки время покажетесь все таки руку на пульсе нужно держать и и не забывать о подводных камнях поэтому напишите в комментариях что вы думаете по такому подходу и поддержите канал лайком